Сказки о Фазиленде. Книга седьмая. Подводные приключения и сражения с морскими чудовищами. Автор текста Михаил Радуга. Озвучил Илья Кнаббингов. Как и все маленькие дети, Фази очень любил купаться и играть во время пикника на берегу озера. Раньше он ждал этого события с нетерпением, но не в этот раз. «Мам, может, все-таки мы не поедем на озеро?» – спросил он с надеждой, завтракая овсянкой. «Фази, как же это? Ни в коем случае! Ведь мы с родителями тоже хотим поплавать и позагорать!» Все попытки Фази отменить поездку оказались неудачными. Он даже пробовал притвориться больным, но слишком сильно нагрел градусник на электрической плите, и мама ему не поверила. Он много раз хотел научиться плавать, но дальше разговоров его желание не заходило. И вот теперь он мог опозориться перед Астрой. И если бы эта проблема была единственной, оказывается, у дракона Людра дела обстояли еще хуже. Когда друзья встретились на море в Фазилэнде, выяснилось, что злой дракон Фав стал поджигать все горы. Их снежные вершины начали таять, и Людру стало негде прятаться от гнева Фава. «Может, попросить китов потушить все пожары фонтанами?» – предложил Фази. «Но они плавают так далеко и так глубоко!» – вздохнул Людр. Оказалось, что Людр тоже не умеет плавать, как и все маленькие дракончики. Он явно знал, как помочь Фазе, но из-за Фава прямо об этом сказать не мог. «Ты ведь так просто можешь научиться плавать!» – намекал Людр, но Фази его никак не понимал. Поскольку друзья не знали, как им решить свои проблемы прямо сейчас, они стали играть с дельфинами на морском пляже. Дельфины их звали в море, но ребята боялись утонуть. Ночью прошел сильный дождь, поэтому на следующий день с самого утра Фази и Оби на перегонки запускали в ручье кораблики. В разговоре выяснилось, что Оби тоже все еще не умеет плавать, однако его это не печалило. «И что? Буду себе играть у берега, как обычно. Я же не влюбляюсь во всяких капризных девчонок». «Сам ты влюбился!» – покраснел Фази. «Мы просто дружим!» «Так скоро вы еще и целоваться начнете! Фу!» Фази не выдержал и пнул кораблик Оби. «Тот ответил тем же, и они начали толкаться. Завязалась борьба, и друзья упали в ручье. Ссора тут же закончилась. Теперь им точно достанется от родителей за мокрую и грязную одежду». Фази и Оби встали, поправили свои кораблики и молча последовали за ними вдоль ручья до огромной лужи. Там плавала утка с утятами и множество всяких жучков. «Даже они умеют плавать!» – огорченно возмутился Фази. «Потому что у них есть где тренироваться! Вот сколько луж вокруг!» Фази тут же задумался. Было бы здорово и ему где-то потренироваться. Сначала он решил это сделать в этой же луже, но она была ему лишь по колено в самом глубоком месте. Потом он решил попробовать плавать дома в ванне. Но у него и там ничего не получилось. Когда же он перебрал все возможные варианты, наконец вспомнил про Фази Лэнд. «Так вот где я могу вдоволь натренироваться!» Проснувшись среди ночи, Фази легко использовал волшебную минуту и сразу оказался на берегу моря. Тут же к нему прилетел Людер. «Как ты догадался!» «Да, плохо, что ты мне подсказывать не можешь. Мог сам и не додуматься!» – пожаловался Фази. «Может, я с тобой?» Оба друга зашли в воду и начали пробовать плавать на мели возле берега. Тут же подплыли дельфины и опять стали звать их в море. Однако, как ни старались друзья научиться плавать, ничего у них не получалось. Нахлебавшись соленой воды, Фази проснулся дома. Ему показалось, что эта идея ничем хорошим не закончится. Но упрямство не раз спасало Фази и его друзей. И на этот раз оно не подвело. При следующем пробуждении Фази попробовал тут же оказаться в море. Он почти сразу оказался в воде, причем далеко от берега. «Спаси меня, Людор!» Только и успел он выкрикнуть и тут же начал тонуть. «Лечу!» Послышалось сверху, и дракон громко плутался в воду. Друзья отчаянно пытались выплыть на поверхность и спасти друг друга. Дельфины резвились вокруг них и пескливо смеялись. «Спасите же нас!» Крикнул Фази и задумался. Только сейчас он понял, что легко дышит и даже разговаривает под водой. Людор это тоже увидел. Уже через минуту они легко плавали и ныряли под воду, резвясь вместе с дельфинами. Так и провели они время в Фазиленде. Решив в следующий раз доплыть до китов. Проснувшись следующей ночью, Фази попробовал сразу же оказаться в море. Но у него не получилось. Также не получилось взлететь и встать. Но зато получилось выкатиться с кровати, не напрягая мышц. Фази сразу нырнул сквозь пол и оказался на глубине холодного и темного моря. «А киты согласятся помочь?» Спросил плывущий рядом Людор. «Мы же по-хорошему их попросим», – удивленно ответил Фази, заныривая все глубже. Большие киты и в самом деле оказались очень добрыми. Они так распереживались за Людра, что тот еще не успел ничего сказать, как они вызвались тушить все пожары Фазиленда мощным фонтаном из своей спины. Но едва друзья и киты подплыли к поверхности, на них напали гигантские осьминоги и связали их своими щупальцами. Оказалось, это были подданные Фава. Сам он не мог помешать, ведь плавать не умел. «Куда это вы собрались?» – мерзко прошипел самый большой осьминог. «Ничего у вас не выйдет!» «Ох, какие же вкусные жареные осьминоги!» Отвлек их внимание Фази, когда заметил подплывающую к ним стаю дельфинов. Дельфины принялись за дело. Каждый из них ухватил зубами осьминогов за кончики щупальцев и развязал пленников. А затем они связали осьминогов в крепкие узлы их же щупальцами. Когда опасность миновала, друзья продолжили тренироваться плавать. Киты же выпустили такие мощные струи воды, что потушили сразу все горящие вершины гор Фазилэнда. Теперь Людер снова мог прятаться на снежных вершинах от Фава и помогать своему другу Фази. На следующий день все ребята со двора и их родители поехали на пикник к озеру. Астра самая первая разделась и пошла купаться, позвав за собой всех ребят. Как старший, Спар был уверен, что Фази не умеет плавать. Чтобы унизить его в глазах Астры, он предложил ему на спор проплыть до красного буйка. «Легко!» – согласился Фази. «Ты уверен?» – забеспокоился Оби. «Раз, два, начали!» – крикнула Астра и ребята кинулись в озеро. Фази опередил соперника с самых первых метров дистанции и легко выиграл заплыв. Астра поцеловала Фази в щеку, а Спар опозорился перед всеми. До самого вечера ребята купались и плавали, но обиженный Спар сидел один в стороне и что-то замышлял против Фази. Заключение от дяди Миши Дорогой друг, теперь ты узнал, как еще могут пригодиться в жизни путешествия в Фазиленде. Оказывается, там можно чему-нибудь научиться. Конечно, дышать под водой можно только в Фазиленде, но вот плавать можно и там, и здесь. Точно так же можно овладеть и другими полезными навыками. Фав продолжает строить козни нашим героям, но дружба их всегда выручает. Возможно, когда-нибудь они окончательно освободят волшебную страну от злого дракона. А пока мы видим, как дружба с Астрой мотивирует Фази развиваться и исследовать новые возможности Фазиленда. Что будет дальше, ты узнаешь из следующей истории. А пока не забывай, что все описанное не выдумка. Ты тоже так можешь. Все 10 сказок на сайте fazileng.com